ДТП с участием мотоциклистов И если разложить эти ДТП по видам, то максимальное количество их и также максимальное количество погибших – это в результате столкновений. Но столкновения – это, понятно, причина – это либо непредоставление преимущества, либо несоблюдение дистанции. Как правило, ДТП с мотоциклами заканчиваются тяжелыми последствиями. Человек, который им управляет, он практически не защищен. Если, тем более, он не использует шлем и другую защитную экипировку, то это открыто для травм тела человека. В 14 ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов один ребенок погиб, и 13 получили ранения. Зачастую в большинстве случаев ДТП с несовершеннолетними усматривается вина несовершеннолетних. И при этом практически 100% случаев несовершеннолетние управляют мототехникой без водительского удостоверения и без соответствующих навыков. Причем, если мы говорили о количестве ДТП, которые 40% это не по вине мотоциклистов, а 60% по вине мотоциклистов, то практически каждое пятое ДТП по вине мотоциклистов это с участием несовершеннолетних. Все эти факты, подчеркивают сотрудники госавтоинспекции, происходят при молчаливом согласии родителей. Транспортное средство, оно по сути и выступает как орудие преступления. Мне бы хотелось задать вопрос у многих родителей и спросить, готовы ли вы своему несовершеннолетнему ребенку передать в руки ружье или автомат. Расследуя уголовные дела с участием несовершеннолетних, где погибают несовершеннолетние, мы выясняем, что родители даже не осознавали всю опасность. Они относились к транспортному средству, как к какой-то игрушке. Пускай, да, большой, габаритной игрушке, но игрушки. То есть нет понимания того, что эти игрушки в итоге приведут к гибели человека, к смерти. И люди с этим не сталкиваются. Когда они сталкиваются, тогда сознание приходит, но тогда уже поздно. В таких случаях важно незамедлительно звонить в полицию. Предотвратить трагедии с участием детей мотоциклистов одной госавтоинспекции не под силу. У всех глав сельских поселений есть прямые телефоны начальников госавтоинспекции. Поэтому есть смысл позвонить, наверное. И в этой связи, наверное, еще к этой работе должны подключаться все-таки педагоги. Потому что если это речь идет о территории муниципального образования, то дети, которые обучаются в каком-то конкретном учебном заведении, они все на виду. И педагоги, вероятнее всего, видят, что его ребенок, его ученик управляет мототехникой. И, скорее всего, он знает его родителей. Поэтому можно об этом сообщить, ничего в этом страшного нет. Мы спасем здоровье, а может быть и жизнь даже этого ребенка. А вот статистика специализированного следственного отдела. У нас в производстве находятся 7 уголовных дел, возбужденных по фактам ДТП с участием мотоциклистов. А за 7 месяцев 2024 года нами в суды уже направлено 5 уголовных дел, расследованных по фактам ДТП с участием мотоциклистов. Три из них уже рассмотрены судами. Но тут надо понимать, что это все-таки сезонный вид дорожно-транспортного преступления. И во второй половине года такое количество уголовных дел увеличится. Еще раз напоминаем, уголовная ответственность по статье 264 Уголовного кодекса наступает с 16 лет. 17-летний подросток, управляющий автомобилем в силу российского законодательства, не может иметь водительское удостоверение. И в таком случае он будет отвечать по статье с квалифицирующим признаком. То есть он будет считаться как лицо, управляющее транспортным средством, как лицо, допустившее нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть или причинение тяжкого вреда здоровью, при этом не имеющее права управления транспортным средством. Это отягчающее вину обстоятельства. Если же дорожно-транспортное преступление совершается подростком до 16 лет, то уголовной ответственности он не подлежит. В этом случае рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей. Сотрудники привели жизненный пример прошлых лет, подтверждающий незащищенность мотоциклистов на дороге. Произошло падение груза. Это не столкновение транспортных средств неопрокидывания, а именно падение груза. Ситуация разворачивалась следующим образом. Мусоровоз перевозил строительный бой, строительный мусор, не будучи укрыт, кузов был сеткой. И в процессе движения обломки кирпича, обломки кирпичной стены выпали на дорогу. И, по сути, на скорости они разлетелись, как шрапнель. Посекли несколько транспортных средств. И один из осколков, такой остроконечной формы, пробил визор в шлеме у пассажирки мотоцикла. Мотоциклист двигался навстречу движения этому мусоровозу. И один из осколков попал, вот прям насквозь пробил визор и черепную коробку у пассажирки, у молодой девушки. Но это пример исключения. Чаще защитная экипировка спасает мотоциклиста и пассажира. Мотоциклист практически перпендикулярно входит в легковой автомобиль. Естественно, мы понимаем, что происходит с мотоциклом, с мотоциклистом. Легковой автомобиль, для понимания силы удара, он практически немножко даже изменил геометрию кузова. Но при этом мотоциклист был полностью в экипировке. То есть шлем, защитная куртка, обувь, специальные перчатки, всё. То есть он, конечно, пострадал сильно, поломался, но он выжил. Так что тут статистика говорит сама за себя. Как же обезопасить детей и подростков от аварий на мотоцикле? Ответ прост. До определенного возраста нужно держаться подальше от самого мотоцикла. Категорию 1 можно получить с 16 лет, а категорию АС – с 18. То есть, другими словами, ребёнок не должен даже до 16 лет подходить к мотоциклу, потому что де юра не может иметь право управления на него. То есть если не допустить этих фактов, то количество ДТП, естественно, в разы уменьшится. А надеяться на то, что ребёнок будет вести себя адекватно, управляя мотоциклом, с учётом психологических особенностей возраста от 14 до 16 лет, там юношеская бравада, там желание выделиться, понятно, что это будет не так, это будет скорость, это будет катание своих сверстников. Причём, я тоже немножко здесь добавлю, иногда при ДТП с мототехникой, при прочих идеальных условиях больше страдает пассажир. Уважаемые родители, прислушайтесь к рекомендациям специалистов и берегите от беды своих детей. Редактор субтитров А.Семкин